Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас последний скринкаст в этом году. Я рад, что последний скринкаст у нас касается Мастодон в частности и Федерации в целом. Это в некотором смысле случайность, но приятная случайность. Те, кто не смотрели скринкаст о Федерации, обязательно посмотрите. Ссылка в описании. Поймете, почему приятно заканчивать 2020 на этой бравурной ноте. Итак, мы зарегистрировали аккаунт в Мастодон. Взаимно подписались на тестовый аккаунт второго Вовы Ломова. Пора бы уже что-то написать. Понятно, что первый пост должен быть «Привет, мир». Пост, кстати, ограничен пятьюстами символов. Так мы к нему можем что-то прикрепить. Так можно вставить голосование. Так мы выбираем степень приватности. И здесь убираем подкат. Ну, в общем, все предельно просто, за исключением приватности. После публикации я обнаружил, что пост не виден никому, кроме меня. Поэтому давайте еще раз разберемся с настройками приватности. Тут четыре уровня приватности. Полностью открытый пост. Открытый, но без добавления в публичные ленты. Тут он называется скрытый. Далее приватный, то есть доступный только подписчикам. Но так как профиль у меня сейчас открытый, это регулируется настройками, любой человек может подписаться и прочитать. И адресованный. Самый закрытый из возможных. Доступен только тем, кого вы упомянете в самом посте. Вот таким вот образом. Пост этот попадет к нему в личные сообщения, а не в главную. И здесь уже можно вести переписку. Вот такая тут организация лички. Мне было непривычно, но я думаю с третьего раза все пройдет. Теперь попробуем вставить видео в пост простой внешней ссылкой с YouTube. В привычных нам социальных сетях это работает. Причем вставляет он сразу проигрыватель. Как здесь. Здесь точно так же. Да, все работает. Видео запускается. Вот так это выглядит у подписчика. Оставим какой-нибудь комментарий. Тут можно добавлять смайлики. Комментарии приходят в уведомления. И появляются комментарии под постом. И переходим собственно к главной фишке мастодонда и вообще Федерации, а именно к взаимосообщающимся каналам. Я говорил, являясь жителем мастодон, вы вполне свободно можете общаться, просматривать и комментировать в своей ленте посты участников других социальных сетей в рамках Федерации. Вот мы сейчас на PeerTube. Это другой сервис Федерации, децентрализованный аналог YouTube. Нам нравится, например, видео, да и вообще канал. В данном случае это первый попавшийся, но не важно. И мы хотим на него подписаться. Для этого совершенно не нужно заводить аккаунт на PeerTube. Можно сделать так. Подписаться с аккаунтом мастодон. Здесь указать ваше имя. Напомню, имя ваше выглядит вот так. Ник и сервер, на котором вы зарегистрированы. Вставляем. Подписываемся. В подписке видим канал PeerTube. В ленте будут появляться их обновления, так как будто это канал одного из жителей мастодон. Либо можно скопировать URL понравившегося поста, вставить его в поиск. И мы увидим сам пост, на который можем здесь как-то отреагировать. Например, добавить в избранное. И канал, на который мы можем здесь подписаться. И такие же действия мы можем провернуть со всеми, ну почти со всеми сервисами внутри Федерации. Это непривычно, но на то он и свободный интернет, чтобы быть непривычным. Свобода вообще непривычная вещь. Все любите друг друга, почаще вспоминайте Джона Барлоу. 2020-й, уходи. Хотя я бы не сказал, что это был прямо совсем ужасный год. Мне кажется, он многое изменил. А мир без изменений – это дурная вечность, смерть. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео. Увидимся в следующем году. Там, я надеюсь, наступит рефлексия по поводу всего произошедшего в 2020-м. Ну и конечно поздравляю вас от себя лично и от всей теплицы с наступающим Новым годом и Рождеством. Ставьте недостижимые вершины. Даже если не получится их взять, будет не так обидно. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok